У-у! 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 Спасибо! Гоните залы, мне кажется, что Магмирон на колба у нас. Здравствуйте! У-у-у! Я рад вас приветствовать! Привет! Друзья! Друзья! И те, кто пришел сегодня к нам, но это в основном наши друзья и близкие, которые уже кто-то видел этот спектакль. В основном я сейчас буду обращаться в прямой эфир. Ребята, и вас это всегда касается, но смотрите, я буду туда чаще. Окей? И мы работаем в спектакль в прямой эфир. Зрители не имеют в виду. Сегодня два года спектакля «Мама на востоке», ну и, соответственно, два года нашей пацанской компании. У-у-у-у! А начало хорошее, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы постарались, несмотря на то, что между нами такая информация... Конечно, да. Давай, через сцену прям, да. Идите, садитесь, опозда... Ну ничего, это наши артисты, они могут себе позволить. Хамоватые. Наши артистки и их мужья. Я хочу еще раз попросить... Отметьте, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите. Нам очень интересна география. Сегодня мы играем в спектакль онлайн в связи с тем, что в стране происходит вот какая-то странная... Дичь! История самоизоляции. Но! Мы, дураки... На самом деле, так себе юморок на троечку. 1 апреля, День дурака, мы будем отмечать в клубе «Китайский летчик Джао Да», концертом пацанской песни. Поэтому приходите, там еще пара билетов, по-моему, осталось. Все! Начинаем! Что совсем недавно, мы пацаны 90-х, не знаю, там, буду как будто бы делать вид, что я придумываю. Сейчас текст, на самом деле, постоянно говорю одно и то же. Кажется, что мы недавно цеплялись за автобусы и катались по гололеду на новых ботиночках, стирая подошву этих самых ботиночек. Кажется, что совсем недавно мы разгружали фуры с арбузами и получали зарплату свою первую в виде арбузов. И от усталости не доносили зарплату до дома, а по пути прямо разбивали, тут же на дороге съедали. Кажется, что совсем недавно мы, пацаны 90-х, сражались за сердце какой-то красавицы двора, но она чаще всего уходила с парнем с гитарой. Кажется, что это было совсем недавно. Но теперь, оглянувшись назад, мы понимаем, что мы, пацаны 90-х, скоро будем сами поднимать своих пацанов в 10-х, 20-х годах. Артур уже поднимает. Вся дружба успеет. Не успеем? В 20-х годах. Можешь еще, а, ну все. И осознание этой мысли натолкнуло нас на то, что мы себя в своих взаимоотношениях с мамами редко можем назвать фразой «хороший сын». И когда мы это поняли, мы решили сделать спектакль, который посвящаем исключительно нашим мамам. Это наше такое пацанское признание любви. И все, что вы сегодня будете видеть, посвящено им. И даже выглядеть сейчас мы хотим так, как хотела бы видеть нас наша мама. Поэтому, пацаны, переодевайтесь. Когда мы думали по поводу того, как все будет происходить в этом спектакле, мы с Сашей как-то разговаривали. У нас был уже к тому времени спектакль совместный. И мы поняли, что нужен не формат зритель и сцена, а какой-то диалог. Хотелось диалога. И мы придумали с ним, что мы соберем зрителей и обманем. Спектакль не будем показывать, а сразу как-то будем разговаривать. Но жизнь расставила все по своим местам. Сейчас вы увидите два с лишним часа спектакля. Поэтому в эфире будет перерыв. Не пугайтесь. Через час эфир закончится. Потом снова возобновится. Но инстаграм не позволяет два часа показывать без перерыва. Вот. А потом, надеемся, возникнет какой-то диалог уже теперь в социальных сетях. Тут между нами какой-то возникнет. Надеемся. Когда мы думали про атмосферу спектакля, я думал сразу, что это должен быть спектакль камерный, без лишней аппаратуры, не должно быть каких-то мощных световых видеоэффектов и так далее. Но я думал, что в спектакле должна изредка появляться какая-то песня. Ну, микрофон, там, не знаю, песня. И в нашем спектакле уже к тому времени работал Артур Бутенбаев. Артур Бутенбаев – это артист, который очень хорошо поет. Учал зарплату. Штатное расписание, да, и все. Но жизнь расставила все по своим местам. В этом спектакле он не споет ни одной песни. Мы договорились, да? Да я еще два года. Да. Потом, когда мы думали еще по поводу домашности этого спектакля, мы думали, как ее создать, эту домашность. Странное слово. Я подумал, было бы классно, если бы где-нибудь в углу нашего сценического пространства стоял какой-нибудь персонаж из Средней Азии и готовил плов. Но тем самым создавал атмосферу за счет запаха этого плова. К тому времени у нас в спектакле появился Батрас Засеев. Он не из Средней Азии, он из Владикавказа. Но жизнь расставила все по своим местам. Он не умеет готовить плов. Но раз уж здесь, будь с нами. Когда я думал про свою роль в спектакле, я думаю, выйду из двух предложений четких, красивых, грамотных, скажу все, что я хочу сказать. Но заканчивая свои двадцатые минуты выступления, хочу вам, ребята, еще раз, многим из вас сказать, не ждите мощного театрального потрясения. Давайте настроимся на такую атмосферу, как будто мы пришли к кому-то из нас в гости. Не факт, что в этих гостях будут угощения. Все. Не будет пова. Не будет пова. Слушайте, я в этот момент тоже выхожу, рассказываю историю про свой дебют на сцене. Это было тоже в детском саду. Мне было, не помню сколько, 4-5 лет, наверное, где-то так. Моя мама работала в речном порту в городе Чайковский. А я ходил в детский сад от речного порта, который назывался Якорек. И вот однажды речной порт открыл в городе физкультурно-оздоровительный комплекс. Это большой праздник для города. Весь порт, да даже полгорода в этот фок набились. В общем, это было, ну, прям, событие было. И перед этим событием в детский сад пришли от физкультурно-оздоровительного комплекса отбирать, кто же из детей детского сада речного порта будет поздравлять фок речного порта с открытием. И выбрали меня. Ну, я был такой дебиловатый мальчик, половину букв не выговаривал. Видимо, подумали, ну, хоть пораженный. Я прихожу в этот день домой, а моя мама работала коком. И она тоже, естественно, собиралась на этот праздник. Я говорю, мам, я буду поздравлять фок с открытием. Она такая, в смысле? А почему ты? Ты что, самый левый, что ли? Я говорю, не знаю, выбрали, вот. Она, в общем, так волновалась. Это никогда я маму такое не видел. Мы стихотворение, эти четыре строчки, которые я читал на открытии физкультурно-оздоровительного, комплекса. Мы учили просто трое суток подряд. Не спали. Жаря? Ах! В общем, я эти стихи помню до сих пор. И я помню момент, когда вот уже праздник, все гуляют, а мама со мной за кулисами. Ну, то есть она даже не расслабляется. Она понимает, что сейчас либо я, как бы, не очень хорошо выступлю и обозорю ее, либо все будет хорошо. Она волнуется, значит. И подходит время моего выступления. Воспитательница маме говорит, Марина, выведешь сама Женю к микрофону? Она такая, не-не-не, давайте вы. Воспитательница вывела у меня к микрофону, и я начал. Не мечтали вы укладкой в нашем фоке Полтавском? Заниматься физзаляткой, укреплять здоровье в нем? И вот эти вот детские, бессмысленные, беспощадные поклоны. Бесконечные. Я кланяю, зрители аплодируют. 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 Ребята. Мама такая, не надо, заберу я его сама. Берет. Дома ты выразительнее, конечно. Ну, не опозорил, то есть, слава богу.